Zoom H5 – отличный агрегат для записи звука с любого источника. Обзоров в сети при великое множество, и не мне вам говорить, насколько этот агрегат хорош. Я его использую во время работы, как аудиоинтерфейс. Относительно быстро озвучу любой текст для вашего видео и рекламного ролика, красивый голос и оперативность по демократичным ценам, контакты в описании к видео. Все, кто использует этот агрегат в качестве интерфейса, знают, что работает он в двух режимах – стерео и мультитрек. В мультитреке он работает только с софтом, поддерживающим ASIO. В стерео-режиме рекордера познается всеми программами, будь то Skype, Viber и прочие OBS. Если пользоваться встроенным его стереомикрофоном, то проблем не будет. Но если у вас есть один основной микрофон, как у меня здесь, то возможен один небольшой затык. Поскольку стандартный Windows-драйвер работает со стереопарами, отдельно стоящий микрофон в этом режиме будет слышен в наушниках только слева или только справа. Люди, читавшие мануал, могут возразить – ха, лошара, в этом режиме есть настройка MonoMix, и все сведется в Mono. Есть но, при том но, очень важное. В этом режиме автоматически происходит падение громкости в два раза. Иначе говоря, там врубается лимитер на минус 6 дБ. Судя по информации на форумах, эта фича является побочкой от быстрого суммирования каналов и исправлению не подлежит. На монтаже нормализовать сигнал не проблема, а вот в живых стримах я бы хотел работать с полным диапазоном громкости. Решение у этой проблемы есть. Оно не очевидное и вряд ли сработает в случае, если микрофонов будет два, но для одинокого стрелка типа меня подойдет в самый раз. Итак, открываем менюшку, In-Out, первый-второй, MS-Matrix. Включаем этот режим. Вуаля, сигнал разворачивается на оба канала в полной громкости. Обоснование данного лайфхака можно почитать на Википедии в статью про Mid-Side стереозвукозапись. Вкратце, суть именно в том, что тут отсутствует один из источников сигнала. Суммирование вычитания не происходит, и он остается сам с собой наедине. А о том, как охрененно круто можно развести звук и все устройства для того, чтобы стримить что-либо, устраивать прямые эфиры и прочее, я расскажу немного позже, в следующем видео, в котором я опишу основы работы с такой прекрасной программой, как VoiceMeeter Banana. А пока, для того, чтобы это видео стало еще чуть более полезным для других, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и всячески его распространяйте. Мало ли кому эта информация пригодится. А если нет, так нет. Ждите следующего видео. С вами был Шварцепух. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok